Несмотря на то, что чеснок сам по себе является мощнейшим фитонцидом и инсектицидом, после его уборки в земле могут остаться нематоды, чесночные клещи, споры мучнистой росы. Все это будет угрожать будущим посадкам и за зиму никуда не денется, поэтому перед посадкой новых растений или просто для подготовки почвы к зимованию необходимо за ней поухаживать. Для начала необходимо просто перекопать грядку и удалить все сорняки с участка до последней травинки, так как они могут быть источниками заразы в будущем. Затем обрабатываем почву следующим раствором. На ведро воды берем 100 г медного купороса и проливаем по грядке каждые 2 квадратных метра таким объемом. Вместо купороса можно использовать фитоспорин, триходерму, трихоплант и другие фунгицидные препараты. После этого обязательно вносим на грядку мочевину в сухом виде по 20 г на каждый метр участка и поливаем сверху чистой водой максимально обильно. А уже ближе к зиме можно на каждый квадратный метр внести по половине ведра навоза или перегноя, чтобы восстановить минеральный баланс. Также можно посадить сидераты, если в этом году грядка вам не понадобится. Но после озимого чеснока вы можете посадить зелень. У руколы, укропа, петрушки и салата очень короткий период вегетации, и до наступления холодов вы сможете собрать хороший урожай. Но для сочной зелени нужно высаживать зелень в хорошо увлажненные и удобренные азотом борозды, а в засуху поливать по вечерам теплой водой.